Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская Медиа Академия представляет. Ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите Дневники Казахстанской Медиа Академии. И с вами я, Горенгуш Мусаева. У вас есть только один шанс произвести хорошее впечатление о себе. И сегодня у нас знаменательный вечер, а именно вручение диплома. Наша долгожданная цель – это такие красные дипломы. Они сегодня порадуют всех студентов Казахстанской Медиа Академии. Алина, здравствуйте! Как ваши ощущения после того, как вы получили долгожданный диплом? На самом деле, сегодняшний день, наверное, самый лучший из тех дней. Потому что все-таки мы получили наш долгожданный диплом. Ощущение прикольное, классное, душевное очень. На самом деле, я думаю, что Гульбахор Хасанова собрала реально таких самых дружелюбных, самых талантливых, самых добрых людей. И очень рада, что я есть в числе этих людей. Я желаю всем студентам найти себя в будущем. Сегодня очень многим дали рекомендации. Кому-то в театр, кому-то на КТК. Мне, например, дали на КТК. Я желаю всем найти себя в этих сферах, что вас всех приняли, чтобы у вас у всех все было хорошо. Добрый вечер, дорогие друзья! Прежде чем начну официальный свой тост или речь, хочу такое небольшое лирическое отступление сделать, когда Владислав Югаев в искусстве интервью задает вопрос. У него есть один из любимых таких вопросов. Самый лучший подарок, который вы когда-либо в жизни получали. И вот что я вам скажу. Что самым лучшим подарком, который я осознанно поняла, что это был лучший подарок в моей жизни, это был Новый год, который организовали Нурлан и Владислав. Отдельно аплодисменты за Новый год. А потом уже, когда глубже я начала думать, и знаете, я сегодня всю ночь плакала. Потому что каждый из вас действительно большой подарок. Рамильчика, я очень тебя люблю. Ты просто ангел на нашем курсе. Спасибо. Ребята, без вас, вот без вас, каждого, кто здесь сидит, все теряет смысл. Вы должны это тоже понимать. То есть да, это очень важно, когда есть начало, основа и содержание. Но без вас это мертвый организм. Поэтому, ребята, наша кровь, наша жизнь, энергия, все, что сейчас перешло к вам, это и наше тоже, вы поймите. Вы для нас действительно становитесь родными. И те слезы, которые Гульбахор сегодня пытается прятать, они мне очень сильно понятны, потому что, ну не буду врать, прям вот люблю я не каждого, но привязалась сильно, и многих люблю, понимаете? То есть это действительно очень тяжело с вами расставаться. Спасибо вам, ребят. Спасибо, что вы тоже поддержали нас с хорошей учебой, качественным отношением к заданию, к тому, что вы действительно трудились так, что нам было не стыдно. И нам сегодня даже уже, я надеюсь, есть чем гордиться. Это вами, дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Время пролетело очень незаметно, и на самом деле я очень рад, что встретил таких замечательных людей. Спасибо большое Гульбахору, отдельное спасибо Назиме Гадильбек, которая гоняла нас все это время, но не зря все это было. Я стал более открытый, доступный для людей. То, чему нас научила Медиа Академия, это такие навыки и знания, которые пригодятся вообще и в повседневной жизни, и в работе. Что я хочу сказать. Медиа Академия вошла в мою жизнь год назад, и я бесконечно счастлива. Несмотря на то, что в медиа сфере я уже больше 20 лет, никогда не осознавала себя медиаперсоной, и благодаря тем урокам, которые я смотрю, кодирую, монтирую, я сама очень многое узнаю вместе с вами, от ваших учителей, и заряжаюсь вашей энергией, поверьте мне. Ну, в общем, огромное вам спасибо. Дима, здравствуйте! Как ваши впечатления? Здравствуйте! После того, как вы получили зиму? Ну, что сказать? А, кстати, спасибо, Казахстанская Медиа Академия. За счет Казахстанской Медиа Академии, если честно сказать, да, вот, мы за счет Медиа Академии, за счет Гульбахора Хасанова, мы, можно сказать, мединая личность, и работаем уже Новая Волна 86 Бизнеса ФМ, мы уже работаем с журналистами, дикторами, поэтому огромное спасибо Казахстанской Медиа Академии, ну и, конечно, в первую очередь, Гульбахор Хасанова. Хочу пожелать Гульбахор, чтобы таких, Казахстанской Медиа Академии, чтобы все процветало, и были самые сильные-сильные студенты в Казахстанской Медиа Академии, и они, чтобы ценились по всему Казахстану, как и на телевидении, так же и на дикторском. Казахстанской Медиа Академии, Казахстанской Медиа Академии, у вас откроется большая, красивая, яркая, успешная дорога в медиамир, и все, что вы задумали, чему вы учились, яркие мастер-классы, крутые мастер-классы, шикарные преподаватели, и все, чтобы все-все-все это, оно, чтобы мы когда-то видели вас на телевидении, на радио, в журналах, в газете, где бы то ни было, в кино, в сериалах, то есть, и мы гордились, и были счастливы, что мы когда-то приложили руку к тому, к этому, к этой дороге, вашей большой, красной, успешной дороге. Вы проходите сегодня знаменательный день, готовы ли вы своих студентов отпускать свободное плавание, чего вы им пожелаете? Сегодня, на самом деле, такой знаменательный день, мы выпустили сразу несколько курсов, вручили дипломы, конечно, кому-то из студентов я бы рекомендовала еще дальше развиваться, еще дальше учиться, и даже самым ярким звездам, которые уже состоялись, все равно необходимо ежедневно самосовершенствоваться, находить новые грани себя и полировать их. Конечно же, Казахстанская медиакадемия всегда ждет вас распростертыми объятиями, мы каждый раз придумываем какие-то новые предметы, вводим новых преподавателей для того, чтобы вы каждый раз открывали в себе что-то новое, раскрывали свою яркую творческую искру. Но теми выпускниками, которым мы вручали дипломы и направления сегодня, 99% я очень сильно горжусь, я уверена, что каждый из них может стать ярким украшением, профессиональным украшением любого телеканала, любой радиостанции, потому что тот творческий потенциал, который пробужден в каждом из наших студентов, он действительно неисчерпаем, и те знания, которые мы дали, это всего лишь, скажем так, небольшой штрих к тому яркому портрету, к той яркой индивидуальности, которой каждый из наших выпускников является. Я желаю вам реализации, я желаю вам творческих успехов, чтобы каждый из вас мог исполнить свое предназначение, принести огромную пользу людям, огромную пользу Казахстану, огромную пользу всему человечеству, потому что даже одно сказанное в точку слова может исцелить самую страшную болезнь. Счастья вам и любви, и, конечно же, исполнение всех мечт. Аура, как у вас вообще ощущения после того, как вы получили долгожданный диплом? Еще и красного цвета. Это, наверное, мой первый диплом красного цвета, хоть я и была отличница в школе, красного диплома в школе не получила, и в университете тоже, но получить красный диплом в Казахстанской медиа-академии от этого стоило. Конечно, очень много эмоций, я очень рада, я всегда об этом мечтала, наверное, не только получить диплом, но и работать в этой сфере, хотя бы просто когда-нибудь на камеру поговорить. Поэтому, несмотря на мое спокойствие, вообще, когда я очень рада, я очень спокойная. Я с виду, может быть, и очень смелый человек, но я очень нерешительная в плане попросить где-то, может быть, кому-то, ну, как я называю это, навязаться, там, вы могли бы меня прослушать, или там, могу я к вам прийти. То есть, именно медиа-академия научила меня быть решительнее, быть настойчивее и верить в себя, то, что, да, действительно, я прошусь, чтобы меня кто-то прослушал, или кто-то меня пригласил на собеседование. Не просто так, а потому что я действительно что-то умею, и что я могу что-то показать. Вот сидит моя группа, это вот три ярких представителя, к которым я очень сильно привязалась. Ну, да, вот как Венера говорит, когда Гульбахора вообще, в принципе, такой человек, она умеет настоять на своем. Я вообще очень жадная на знания, потому что в свое время мне никто никогда не помогал. Я когда-то сама себе проделывала дорогу, плакала, смеялась, улыбалась, но, тем не менее, нарабатывала профессионализм. И теперь, правда, Гульбахор заплакала сейчас, а я не заплачу, я сильная. Но очень-очень жалко мне расставаться с моими студентами. Правда говорю, очень жалко. На самом деле, журналистика — это очень сложная сфера, в которой выживают сильнейшие. Я очень надеюсь, что среди вас всех очень сильные личности, потому что вы сделали свой выбор. Конечно, кто-то где-то работает, кто-то где-то учится, но каждому хотелось бы прикоснуться к этому прекрасному, к миру телевидения и радио. Пусть у вас все получится, пусть это не станет каким-то основным вашим путем, вашей дорогой красной, но, тем не менее, Вера, я не поняла, правда, почему красная дорога. Я думала, может, красная дорожка там. Ой, прекрасная красная. Потому что такое красная. Первый раз слышишь. Не учитесь. Преподаватели иногда тоже ошибаются. Вечер прошел замечательно. Итоги подведены. Дипломы выдали на руки студентам. Теперь все в их руках. Также вы давали направление на работу. Наши студенты — счастливые люди. Если хотите, так же приходите к нам в Казахстанскую Медиа Академию. С вами была Гарангуш Мусаева. Вы смотрели дневники Казахстанской Медиа Академии. И помните, у вас есть только один шанс произвести хорошее впечатление о себе. До новых встреч. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская Медиа Академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...